Я верю в чудеса Вы знаете, что я верю в чудеса Но я верю в чудеса Потому что я верю в Бога И нет большего чуда, чем переживание рождения свыше Я дала бы все на свете прямо сейчас Если бы у меня был словарный запас Для того, чтобы рассказать вам, что это такое на самом деле Быть рожденным свыше Но это что-то духовное Это что-то, что вы должны пережить на себе, сами Я села на самолет из Сан-Франциско И я должна была лететь в Питтсбург, Пенсильвания И на том же самом самолете Было несколько корейских детей Они были приняты американскими родителями Я бы сказала, их было, наверное, 7-8 человек Может быть, 9 Самые милые корейские дети, которые я когда-либо видела Как игрушечные Я бы хотела иметь одного из них, или, может быть, всех Я думаю, самая младшая была, она была малышкой примерно 8 месяцев Может быть, она была чуть поменьше, но не на много Старшей было 7 лет У 7-летней малышки была сестра 4-х лет Они были самые милые дети И когда мы добрались до Чикаго Стюардесса сказала Теперь мы подождем, пока сойдут все пассажиры с самолета И тогда мы возьмем детей, чтобы избежать путаницу Она сказала Мужчины и женщины, которые взяли себе этих корейских детей Будут ждать нас на выходе И я сказала Они видели детей, которых приняли? Нет, она сказала Они никогда не видели этих детей Они понятия не имеют, что они получат И она сказала Они уже были приняты официально И мы так рады за этих детей И так я ждала Потому что мне нужно было лететь дальше в Питтсбург На том же самом самолете И когда все сошли с самолета Тогда миссионер взял малышку себе на руки Он понес ее Стюардесса взяла несколько детишек Я взяла сестричек Маленькую семилетнюю, маленькую четырехлетнюю Взяла их за руки И мы пошли вниз по трапу Я никогда не забыла Это было такое зрелище Которое не может описать кисть художника Это было что-то Что величайший художник в мире не смог бы изобразить Когда эти мужчины и женщины, которые собирались взять тебе этих корейских детей Когда они стояли у выхода и смотрели Смотрели Ждали Некоторые улыбались Некоторые не имели никакого выражения на лице Было ожидание На лицах других И вот вышли мы С детьми И миссионер стоял там И у него были таблички И он вызывал Господин и госпожа Такита И мужчина говорил Вот здесь И первым была малышка И он нежно взял малышку И передал ее Мужчине Который должен быть ее новым папой И эта малышка Просто приютилась у него на руках И первое, что она сделала Просто дернула его за лацкан Беджака Заглянула в его в лицо Он улыбнулся Ей в лицо И потом миссионер вызвал Господин и госпожа Такита Кто-то еще сказал Здесь И потом он говорил Вот ваш ребенок И потом наступило мгновение Когда он назвал имя Господина и госпожи Еще кто-то И они сказали Вот Он сказал Он сказал Сестрички Ваши И я стояла Там Семилетней за руку С четырехлетней за руку И мужчина, который сказал Здесь Он посмотрел на меня И сказал Кэтрин Кульман На минуту я думала Что он хочет Меня удочерить Он сказал Вы откуда Я сказала Я просто была На этом самолете Вот они Вот они Она впала в истерику Я просто обняла ее И перед тем Как я что-то могла сообразить Единственные слова Которые сошли Из моих уст Были Если бы ты только знала Дорогая Если бы Ты только знала Это все Что я могла сказать Это второй раз За свою жизнь Я переживала Что-то подобное Впервые Было Когда умерла мама И я подошла К телефону Тогда Чтобы позвонить Своей старшей сестре Чтобы сообщить Ей Что мама умерла И когда она сказала Алло Ничего не выходило С моих уст Ничего Никаких слов Они не выходили Я была Совершенно И в ту минуту Тот плачет А плачущая корейская девочка Все что я могла сказать ей Если бы ты Только знала Дорогая Если бы ты Только знала И все время Я думала Дорогая Если бы ты только знала Ты никогда больше Не будешь голодной Никогда Если бы ты только знала Тебя всегда будут любить Всю твою жизнь Если бы ты только знала Ты в Америке сейчас Ты в Америке сейчас Всегда будут туфельки На твоих ногах Всегда будет одежда На твоем тельце Всегда тебе будет тепло У тебя будет чистая красивая кроватка Где можно спать Ты больше не будешь голодной Но я забыла Но я забыла О барьере языков Она не могла понять Что я говорила ей Но в то время Вызвали Сообщили о моем самолете Мне нужно было идти Она стояла там И все еще плакала Горько В истерике Они не могли сдвинуть ее с места Только Бог знает воспоминания Того ребенка Что было в голове Она была достаточно взрослой Было 7 лет Мало Что я знаю Какие были ее воспоминания Она не знала Что произойдется И дальше Только Бог знает Что она пережила И мне нужно было Оставить ее И я рванулась В сторону И потом Я не смогла это сделать Уже задерживали самолет Для меня Но я вернулась Еще на один раз И я обняла ее И хотя она и не могла понять Что я говорю ей Я хотела Чтобы она почувствовала Мою любовь Может быть Это поможет ей И я обняла ее Прижала ближе к себе И я побежала Чтобы успеть на самолет Перед тем Как закрыли двери Мои последние слова Были такими Если бы ты только знала И в это мгновение Я чувствую себя Такой же беспомощной Когда говорю вам Кто никогда не переживал Рождение свыше Тем, кто никогда не принимал Христа своим спасителем Если вы только знали Разве вы не понимаете Разве вы не понимаете Что жизнь на самом деле Не содержит Настоящего смысла Для того Кто никогда не переживал Рождение свыше На самом деле Поэтому вы такие Беспокойные Нет настоящей цели В жизни Нет на самом деле Если вы никогда не рождались свыше Знаете ли вы Что значит на самом деле Быть рожденным свыше Знаете ли вы это Это значит Что когда вы принимаете Иисуса Христа Своим личным спасителем Его кровь Вычеркивает Всякое прегрешение И вы стоите Оправданными Перед Ним Верой Но это лишь Маленькая частица Всего на самом деле В это мгновение Тот Который сейчас Является великим Творцом Это все Что объединяет нас Бог Он наш Творец Но Он Не становится Вашим небесным Отцом Пока вы не принимаете Его Его Сына Своим личным спасителем И в это мгновение Когда вы принимаете Иисуса И принимаете то Что Иисус сделал для вас И принимаете прощение Это личное происшествие Тогда Великий Творец Становится Вашим небесным Отцом Если бы вы только знали Если бы вы только знали Что это значит На самом деле Иметь возможность Смотреть Ночью Него И говорить Мой небесный Отец Отец Эти взаимоотношения Это индивидуальные взаимоотношения Такие Которые не похожи Ни на какие другие отношения О, такая уверенность Я чувствую Что я могла бы пережить Все, что угодно Я говорю вам истину Верьте мне Я могла бы Пройти Сквозь что угодно Пока я знаю Что Он Мой небесный Отец Он любит меня Он заботится обо мне Я в ладони Его руки Он осеняет меня Своей любовью Жизнь Имеет смысл для меня У меня есть цель В жизни Я имею цель Если бы вы Только знали Что значит Иметь мир Божий В сердце Когда вы Приходите К последнему мгновению И я не верю Не думаю Что я когда-нибудь В своих разговорах От сердца к сердцу Говорила с вами Об этом последнем мгновении Когда состарившееся сердце Совершает свой последний удар Этот день Который не имеет своего завтра Это одно Что объединяет всех нас Неважно Богатый вы человек Или бедный Независимо от расы Независимо От вашего положения В жизни Есть одно Что объединяет нас Знайте это Может быть Вы не хотите думать об этом Вам бы хотелось Чтоб мы не говорили об этом Вы бы Хотели вести себя так Будто это не произойдет Но это обязательно произойдет Это обязательно произойдет Так же точно Как ваше состарившееся сердце Бьется сейчас Наступит день Когда это сердце Совершит свой последний удар Если бы вы только знали Как замечательно Иметь мир Божий В вашем сердце На днях Я была на кладбище Когда один из моих помощников Ушел домой Во славу Я никогда не имела Подобного переживания До того Семья сидела там Передо мной Друзья были там Те Которые Должны были Нести его тело Так нежно На кладбище Они стояли там Я взяла Розы И я начала Срывать лепестки И они падали В открытую могилу И я говорила Пепел к пеплу Прах к праху Вы слышали это Столько много раз Но В то мгновение Там Было славное Присутствие Иисуса И я знала Что это не смерть Что это не смерть Но это слава Это не темнота А свет Не надо спотыкаться Идти вслепую И даже в вере Но в видении Это не горе Я вытираю последние капли слез Это восход солнца Утро моего вечного дня Это даже не молитва Но разговор Лицом к лицу Слушать Взирать На чудеса Его благодати Это конец мольбы Мольбы о силе Чтобы вынести мою боль Даже мрачные воспоминания Боли не оживут Как я мог вынести земную жизнь Пока не поднялся ввысь И моей душе Не было даровано Ее каждое заветное желание Пока я не знал Вознесения И встреча лицом к лицу Тот, кто взыскал меня Спас меня Возлюбил меня И сохранил меня Своей благодатью Я стояла там И прочитала это славное место Писания Не хочу же оставить вас, братья В неведении об умерших Дабы вы не скорбели Как прочие, не имеющие надежды Ибо Если мы веруем Что Иисус умер И воскрес Что и умерших в Иисусе Бог приведет с ним Ибо сие говорим вам Словом Господнем Что мы, живущие Оставшиеся до пришествия Господня Не предупредим умерших Потому что Сам Господь При возвещении При гласе Архангела И трубе Божией Сойдет с неба И мертвые во Христе Воскреснут Прежде Потом мы Оставшиеся в живых Вместе с ними Восхищены будем На облаках Встретение к Господу На воздухе И так всегда И так всегда С Господом будем И так Утешайте друг друга Сими словами И когда Я закончила Читать Писание И церемония закончилась Никто не двигался Никто не двигался Никто не двигался Там Несколько мгновений Это был прекрасный день Птицы пели Не было истерики Не было плача Но сидели там Жена Сдержанная Но с верой С уверенностью С христианским переживанием Там Сидели Три взрослых сына Не было истерики Но была уверенность Была вера Церемония на кладбище Закончилась Однако Никто не шелохнулся И я сделала что-то Самое естественное Там Было одно Свободное место Рядом С одной из невесток И я подошла К тому месту И села Мы сидели там И я сказала Знаете Я думаю Мы ждем Когда засвучит Труба Господа Я думаю Мы просто ждем Того Славного Утро Воскресения Того Мгновения Когда Жизнь Воскресения Пройдет Через это тело И мертвые Во Христе Воскреснут Подобие Тела Нашего Воскресшего Христа И Библия Говорит нам Что это реально Что это настолько же реально Как и сам Бог Это настолько же реально Как жизнь Верьте мне Смерть Это вообще не конец Я даю вам его слово Величайший авторитет На небе и земле Вы можете поставить на карту Свою жизнь На слове Смерть это не конец Это лишь начало Остальная часть книги Написана По ту сторону могилы Это не смерть Это когда ваши последние слезы Вытираются Это не смерть Это конец мольбы Это конец страданиям Это конец сердечной боли Это конец разочарования Если бы вы только знали Если бы я только могла сделать вам То, что я сделала Той маленькой корейской девочке Если бы я могла обнять вас Неважно, девяносто один вам Или девять лет Неважно, в рассвете вы своей юности Или ваши руки Настолько изношены От изнуренного труда От утомленных дней И ваши волосы превратились в серебро И вы настолько неуверенны Насчет того дня Который не имеет своего завтра Если бы вы только знали Как чудесно Иметь эту уверенность во Христе Иисусе Иметь мир Знать, что Бог ваш небесный Отец Это лишь конец веры Вера становится действительностью Это конец надежды Я могу посмотреть и сказать О, Вера, ты стояла рядом со мной Столько много раз Я не знаю, что бы я делала без тебя Но в это мгновение Вера становится действительностью Надежда Ты была такой замечательной Ты помещала звезды В черные небеса Ты помещала двери В голые стены Но ты не будешь мне нужна Больше вера и надежда Но любовь Любовь я возьму с собой Потому что в это мгновение Впервые в жизни Я буду знать Совершенную любовь Если бы вы только знали Глаз того не видел Ухо того не слышало И на сердце то не приходило Ни одному Человеку Каковы чудеса И слава И красота Всего Что Бог приготовил Для своих Если бы Вы только знали Если бы Я могла сказать вам Отец Бог Ты открой Этому сердцу Что я не могу сказать Миллионы Благодарностей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok